Поэтому приходится, надо заходить в церковь, чтобы найти такие вещи. А вот приходится заходить и платить деньги. Обожайте эту силу, почитайте и ничего не трогайте в церкви. Все в золоте, в серебре и за каждую копейку считается. Так что... Храм Александра Ярославича Невского, князя Новгородского и Киевского. А также Владимирского из рода Рюриковичей. Великий полководец и талантливый дипломат. Именно при его правлении Русь могла отстоять независимость от католического Запада. Известен победами в битвах на Неве и Чудском озере. Родился 1221 года и жил до 1263 года. Итак, храм Александра Ярославича Невского. Короткая информация была. Тем, кто будет проездом Болгарии в Софию или кто-то приедет в Софию, может быть, посмотреть достопримечательные места, то мой вам совет сюда прийти, потому что это очень сильное, мощное, энергетическое место силы. Просто надо зайти и постоять, а дальше мы вам покажем, например, куда точно, что это такое, какую силу получить. Конечно, будет неудобно, наверное, записать это видео, потому что это все-таки храм и люди приходят со своими просьбами. Что здесь? Ну, попробуем, как получится. Мы зайдем, волнитель поснимаем. Мы находимся в церкви Александра Ярославича Невского. Это же не церковь, а храм. Это очень сильное место. Раньше, когда я здесь жила, в Болгарии, здесь посещаемость была очень высокой. И приезжали в основном из других стран, вот именно как на место силы. Не каждый знает это, но здесь есть один знак. Сейчас мы покажем. Он сделан, как дерево сефирот в виде солнышка, то есть планетарным уровнем. Когда в центре становишься, идет горячий поток, снисходит. Невероятно просто. Перед церковью, очень перед храмом, очень трудно, начинает болеть голова. Места силы, они и так воспринимаются нашим телом. Эти вибрации нужно выдержать. Да. Это не фatel. Может быть, сейчас что-то надо делать. Говорят, что сила бывает на некоторых перекрестках Недаром ведьмы и эзотерики, в принципе, посещают такие места Так вот здесь, в этом месте, перекресток Вот из него проходят меридианы, мощные энергетики У меня начинает подушку гореть, и все внутри, жар просто идет Разошли просто посмотреть, смотри, львы Здесь Василий, царь Борис Недалеко от того места, эти царь Борис Вот его парк, где он жил, парламент центральный, ну, Болгария, София И вот это место Здесь высидал сам царь Борис Очень близко к камере Это для звука надо Вот, тоже своеобразный алтарь Потому что пропитанный он болью, надеждой, слезами Именно как Алексей сказал, надеждой Надеждой на чудо Поэтому Мне там нужно посещать такие места У меня дома такая же икона Это единственная икона у меня дома, которая завернута в шаль Вот Это оригинал Когда я говорила о Сириусе И Солнце, и Ореон Вот это вот и есть, в принципе, Богородица Иисуса Очень сильная и мощная икона Она у меня дома лежит в одном месте Непоказываемая, завернута в шаль И эта икона забирает очень много боли Она просто ею пропитана Я ее берегу для самых-самых сильных и сложных случаев И использую очень редко Самое, что интересно, можно ходить без масок И все ходят без масок Вот по этой стороне, по ней голову сжимает Больно Совсем Старые Почему старые храмы считаются местом силы Вот именно старые Во-первых, они намолены А во-вторых, в старину строили церкви Тем более, это как бы Церковь построена была еще до царя Бориса А потом царь Борис ее перереставрировал Вот находили именно раньше такие места Которые как бы заряжали людей Давали силы А сейчас, к сожалению, церкви строятся быстро Не всегда на таких местах, которые силу дают Иногда силу это и отнимают Поэтому будьте осторожны Раз уж пошло речь То я могу сказать тоже, что в церкви Скажем так Как на погосте На кладбище Есть свой обережник, страшник И погостница, его жена Так и в церкви Есть свой страшник Я сейчас об этом скажу Но там, считайте сами, как без абара Вот, поэтому без абара Он питается вот этими всеми болезнями Слезами, порчами Все, чем люди с болью приходят сюда Особенно отпевание усопших Это еда энергетическая Вот ему Тем самым он и Как это сказать Защищает это место С другой стороны Многие люди ходят в церковь И делают нехорошие вещи Поэтому тоже будьте осторожны Потому что это Не просто так В храмах и в церквях Это практически невозможно заметить Делаются самые сильные порчи Если на вас порча сделана Через храм Через христианство Так же, как через мусульманство Через мечеть Очень сильные вещи Поэтому будьте бдительны и внимательны Отважайте эту силу Почитайте и ничего не трогайте В церкви Если делать фотографии и видео в церкви Нужно еще и заплатить Раньше такого не было Сейчас мы заплатили 5 евро Чтобы заснять На съемку Даже вообще служащий не заметил Фотоаппаратом стоит 5 евро А 30 лево То есть 15 евро стоит Соснять нам видео Поэтому я бы не сказала Что церковь Уж такая набожная Извините Открытая Открытая Потому что вообще-то Это храм Бога Если вы не понимаете Это место для молений А вот приходится заходить И платить деньги Такие же, как и Дают Вот когда ко мне Некоторые люди приходят Они говорят О, у вас дар Это ничего не стоит Ну дадут там Как Просишь ему церкви Тут ко мне приходили люди Оставили мне 5 евро Я им уделила Больше чем час Посмотрела Да, вот так Ну знакомые знакомых Поэтому незнакомых Так таковых Мало А Церкви Вот Все в золоте В серебре И за каждую копейку Считается Так что Для меня Это тоже алтарь Так вот красиво Душащи Если вы хотите Почистить свой дом То если вы найдете Фемиам Фемиам Это Из Смолы Ливанского Хедра Он Как Кодила То есть дым Зажигаются Свечки Идет дым Окуривание Вот это Вот самое Тоже сильное Чистка Энергетической Дома Поэтому приходится Заходить в церковь Чтобы найти такие вещи КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ